В Доме офицеров для либеретской молодежи провели викторину, посвященную Дню российской науки. Школьники показали свою эрудицию и смекалку. Какие вопросы стали самыми сложными и кто одержал победу в квизе, узнал Богдан Колесников. Когда была открыта Академия наук. И ответ на этот вопрос знали все участники викторины. 8 февраля 1724 года императором Петром I издан указ о развитии науки в российском государстве. Документ послужил основой для создания первой в стране Академии наук и художеств. Ребят ждали увлекательные вопросы, интересные факты и возможность проверить свои знания. Такие викторины организует и проводит молодежный парламент Люберец. Мы в принципе проводим разные квизы для молодежи, чтобы проверить, насколько наша молодежь в принципе знает наше прошлое. Знает ли ученых, таких как Менделеев, Циолковский, Ландао. Есть люди, которым больше все-таки по душе такие науки, как химия, биология. Кому-то физика, математика. Роль выдающихся открытий и труд великих ученок для развития страны. Создание периодической системы химических элементов. Заслуги нобелевских лауреатов Петра Капицы и Льва Ландау. Запуск первого искусственного спутника Земли. Полет Гагарина. Всего 40 вопросов на самые разные темы. Ну вопросы про Казахстан очевидно самые легкие были. И вот про Туркменистан. А самый сложный, наверное, кто был основоположником космонавтики. Но вообще в целом, если серьезно, то мне нравится. Мы настроены только на победу. В викторине приняли участие представители молодой гвардии «Единой России», ученики 21-й и кадетской школы, гимназии номер 46. Мы вообще на все вопросы знаем ответы, потому что у нас очень умная команда. С перевесом в один балл команда 46-й гимназии одержала победу. Второе место заняла молодая гвардия «Единой России». Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.